С наступлением лета все больше горожан будут стремиться провести время на природе. И дело не ограничивается банальными пикниками. Зачастую хочется просто отправиться в лес, например. Для жителей региона отличное место лесопарки. Но как сделать такие прогулки безопасными для самой природы? Не спугнуть птиц или животных, не вытоптать растения. Для бережного отношения к природе создан экотуризм, которым могут воспользоваться и жители Московской области. Что это такое? Как провести выходные с пользой для здоровья и без вреда для экологии? Расскажет наш следующий спикер Евгений Ахатов, автор просветительского проекта «Природный инстинкт». Евгений, здравствуйте. Добрый вечер. Есть ли связь? Слышите ли вы меня? Все ли хорошо? Да, я вас слышу. Отлично. Прекрасно. Вот прежде чем перейдем к обсуждению экотроп, давайте разберемся в понятиях экологический туризм, экотуризм. Понятно, что это не любой отдых на природе. Есть ли четкое определение, что это за путешествие, что за вид путешествий? Да, безусловно, определение экотуризма существует. И это понятие иногда нуждается в довольно так вот четкой конфетизации. Дело в том, что сейчас в современных условиях под экотуризмом зачастую подразумевают любой выход на природу, а это не совсем корректно. Ну, в конце концов, если так до такого дойти, то, в общем-то, весь любой старый наш советский опыт туризма можно тоже было бы считать экотуризмом, любой выход с рюкзаком с палаткой на природу. Но нет, это не совсем корректно, это не экотуризм. Экотуризм подразумевает, во-первых, посещение каких-то именно с точки зрения экологии, как науки, экологического созерцания, экологического образования интересных мест. То есть, как правило, это какие-то малонарушенные природные территории, особо храняемые природные территории, либо по каким-то другим причинам интересные природные комплексы. И, кроме того, это подразумевает соблюдение определенного регламента поведения. То есть, экотуризм, это эко, оно как бы имеет две составляющих. Это и экологический, то есть, посвященный экологии, и экологичный, то есть, подразумевающий соответствующие отношения к природе. Не вмешательство в нее. А как тогда не навредить природе? Вообще, идти в заповедник, то есть, очень сильно рискуешь нарушить какой-то баланс. То есть, я так понимаю, что это не про пикник, да? Еду туда с собой не берем. Как мы себя ведем? Ну, еду брать, конечно, можно и даже нужно, потому что иначе надолго и далеко не уйдешь. Но, да, действительно требуется соблюдение определенного кодекса поведения. Есть такой хороший подход. Его, собственно, первоначально ввели в одном из американских национальных природных парков. Там была очень большая проблема. Туристы, которые ходили с трекинговыми палками, ну, собственно говоря, представьте себе, за год проходят десятки тысяч туристов этими трекинговыми палками. Они искололи все корни деревьев, исчиркали все камни. И, в общем, экологические тропы превратились во что-то совершенно неудобоваримое. И там впервые появилась такая концепция. Называлась она по-английски «live no trace», то есть «не оставляй следов». Подход очень простой. После вашего пребывания местность должна остаться ровно такой же, какой она была до вашего прихода. То есть предпринимать все меры для того, чтобы не оставлять следов пребывания человека на вот этой вот охраняемой экологической территории. И это, собственно, главная заповедь экотуризма с точки зрения именно регламента поведения. А что с собой подразумевает такой отдых? Это фотографирование, это просто прогулка. Может быть, есть вариант общения с животными, с птицами? Да, вариантов может быть очень много. Это вообще, опять же, поскольку понятие очень широкое. Это может быть birdwatching, это очень распространенное в настоящий момент увлечение, хобби, а для кого-то и профессиональная деятельность. То есть это фотографирование и наблюдение птиц. Ну, как правило, для этого туристическими объектами являются какие-то места либо пролетных скоплений птиц, ну, в общем, что-то как-то связанное с птицами. Это может быть whalewatching, например, это наблюдение закитообразными, очень популярно сейчас в Северной и Западной Европе, да и много где ещё. То есть таких направлений может быть множество. Это может быть чисто фототуризм. Например, вот мы с моими друзьями, с коллегами иногда проводим фототуры. Это может быть туризм чисто созерцательный, как его иногда называют, дзен-туризм, то есть просто медитация в каком-то нетронутом человеком уголке природы, просто созерцание. То есть, да, направлений может быть очень много, но главное здесь это то, что это, разумеется, должно быть какой-то ненарушенный участок природы, ну, более-менее в сохранном виде. Скажите, в таких местах, да, особо охраняемых, как вы уже их назвали, можно ли там, допустим, проводить сплавы? Или это уже в другой категории? В большинстве случаев можно, потому что сплав это такой, ну, как это называется, малоинвазивный вид туризма. Ну, опять же, при должной организации идти, не разбрасывать консервные банки, не оставлять использованные баллоны от газа, то, да, сплав это экологичный вид туризма, не вредящий, как правило, экосистеме. Если не перегружать, допустим, ну, если мы говорим о сплаве по рекам, если не перегружать, разумеется, эту охраняемую природную территорию, то, да, это пройдет абсолютно безболезненно для нее. И, надо сказать, такой вид туризма сейчас, в общем-то, набирает обороты, но, к сожалению, зачастую иногда развивается слабовато даже в тех регионах, в тех местах, где, казалось бы, все для этого имеется, есть хорошая река, но почему-то туристы пока не везде попадают и не все места им нравятся. Ну, это, скорее, вопрос именно, наверное, уже организации этого туризма, скорее. Ну, а может так отдых быть многодневным? То есть поставили палатку, ну, естественно, не костер, а там газовая горелка какая-то, чтобы еду приготовить? Да, безусловно, это может быть многодневным, и даже зачастую именно так лучше всего, потому что за один день очень трудно все посмотреть, все посетить, все увидеть, как правило, один день только тратится на то, чтобы как минимум один день, чтобы попасть в какую-то интересную территорию, потому что, как правило, они удалены от цивилизации, один день на то, чтобы оттуда выбраться, и хотя бы, ну, день хочется в чистом виде провести на месте. Поэтому идеальный тур – это 3-4 дня. Да, мне доводилось проводить многодневные туры даже с детьми, со школьниками, опыт такой был, и мы именно действовали по вот этой концепции, не оставлять никаких следов, то есть после нашего ухода, после снятия лагеря, ну, собственно, оставалась только примятая трава. То есть, да, даже со школьниками, которые, казалось бы, еще, ну, довольно легкомысляно должны относиться к жизни, тем не менее, можно построить ситуацию так, что не будет оставаться никакого мусора, ничего такого. Вот, да, то есть это вполне реализуемо, и, на мой взгляд, многодневные туры как раз наиболее интересны. Ну, а в Подмосковье как дела с экотуризмом? Насколько он развит? В Подмосковье он развит, пожалуй, лучше, чем во многих других регионах России, ну, это естественно, потому что у нас очень большая плотность населения, у нас крупнейший мегаполис России и один из крупнейших мегаполисов Европы здесь находится, и при этом этот мегаполис соседствует с участками, ну, не скажу, совсем не тронутый, но, во всяком случае, очень мало нарушенной природы, потому что у нас есть, во-первых, далеко не каждый регион мог бы этим похвастаться, у нас есть заповедник на территории Московской области, правда, он пока один, но, тем не менее, он есть. У нас есть несколько национальных парков, в сопредельных регионах есть национальные парки. У нас есть множество заказников на территории Московской области, да и просто мест, которые, пусть даже не являясь особо храняемой природной территорией, тем не менее, интересны, красивы и приятны для туризма. Поэтому эта составляющая у нас развита, она наличествует, чуть хуже с организацией. Вот, потому что, естественно, для экотуризма, ну, во-первых, зачастую все-таки люди, ну, не всем нравится жить в палатке, кому-то нравится, кому-то меньше. Ведь экотуризм не обязательно предполагает такой совсем дикий вариант отдыха. Это может быть и, например, какой-то туристический домик, стоящий отдельно в лесу, вдалеке от цивилизации. Это может быть и турбаза, на которой вы пребываете большую часть времени, но на какой-то тур, на маршрут вы выходите в дикую природу. Вот с этим у нас, к сожалению, пока чуть хуже, но это требует определенных капиталовложений, на которые пока не все готовы пойти. Но, тем не менее, ситуация улучшается, и тенденция позитивная, очевидно, видна в этом направлении. Я ее, во всех случаях, наблюдаю в последних годах. Но вот особо охраняемые природные территории, вообще как-то странно про них рассуждать с точки зрения, что вот туда приходит человек, там отдыхает. Как-то хочется это, наоборот, оградить от людей. Вот насколько это уместно в плане экотуризма? Да, это вы затронули такой, можно сказать, самый краеугольный камень, вокруг которого идут самые острые баталии между такими ультраэкологами и, наоборот, людьми, ну, такого, ну, может быть, грубовато скажу, ну, совсем потребительского отношения к природе. Разумеется, истина лежит где-то посередине. То есть, понятно, что экологу в абсолюте, естественно, хочется любой охраняемой природной территории просто полностью закрыть и защитить колпаком, чтобы туда никто не входил. По возможности, кроме него самого, безусловно. Вот. Это, конечно, вариант оптимальный для природы, но мы сами понимаем, что он мало реализуем в нашем современном мире. У нас, извините, на планете уже больше 8 миллиардов человек. Вот. И для каждого найти отдельный уголок природы, который полностью изолирован, это невозможно. Как-то надо уживаться. Вот. Ну и, кроме того, население явно уменьшаться у планеты пока не планирует. И поэтому, естественно, надо учиться уже как-то жить в гармонии такому количеству людей с природой, чтобы от природы что-то оставалось. Вот. Поэтому экотуризм, это, пожалуй, главное его предназначение. Это на будущее, может быть, даже не десятилетия, а на века заложить вот эти подходы, которые позволят такой огромной популяции человеку уживаться на планете с природой, не разрушая её. Вот. Поэтому, да, экотуризм в этом плане нужен. И нужно учить людей, как сосуществовать с природой так, чтобы её не нарушать. Ну и обратная сторона этого вопроса. Да, зачастую то, что называют экотуризмом, выливается не в экотуризм, а просто в шашлыки на природе. Иногда более организованные, иногда менее организованные. И, к сожалению, это ведёт иногда к деградации природных сообществ. Да, таких, к члену пример, я тоже наблюдал, когда вроде бы организованный тур, есть некий организатор, он приводит на территорию заказников группу, они там располагаются, а дальше начинается обычный пикник. То есть, единственный вопрос к этому, при чём тут слово «эко» в этом во всём. То есть, да, зачастую бывает и так. Ну а баланс надо искать век в середине. То есть, естественно, должны быть абсолютно защищённые участки природы, куда доступ человека просто не допускается. Ну, например, у нас есть один, я уже его упоминал, биосферный заповедник. Кстати, на базе него очень удачно реализовано вот это сочетание по периметру заповедника и в определённые участки заповедника. Я сейчас имею в виду трёхтеррасный заповедник, естественно. Конечно, вводят туры, там возможно посещение. А самые особо ценные кластеры, например, кластеры, где обитают зубры, где у них именно зона покоя, где они могут заниматься репродукцией, туда посетители не допускают, потому что были прецеденты, когда люди контактировали с животными, там у них в своё время была практика, что животных можно было кормить с рук, и кончилось всё тем, что в какой-то момент возникла вспышка инфекции. После этого эти зоны более чётко разграничили. А доступ вот в эту центральную, самую чистую зону происходит теперь через целую систему биологических КПП, где люди, соответственно, снимают одежду, чтобы не внести туда инфекцию. Поэтому, да, определённая защита природы от человека нужна, но в этом деле не надо доходить до фанатизма. То есть всё-таки должны быть участки, которые доступны для посещения. А как же контролировать процесс, чтобы это действительно, как вы сказали, не вылилось в шашлыки, в обычные, да, может быть, как-то готовить людей к этому? Штрафовать, в том числе? Это второй вопрос. Да, такая практика тоже, естественно, необходима. И это, пожалуй, второй, один из главнейших вопросов таких краеугольных камней в экотуризме. Да, естественно, экотуризм требует контроля за территорией. То есть уже немало было тому подтверждений, когда территория просто предоставлена, так сказать, вольное пользование туристам, рано или поздно находятся те, кто начинает пользоваться, ну, простите, просто по-свински. И это неизбежно, это всегда происходит. Поэтому прежде чем начинать какую-то туристическую активность в любом регионе, на любой природной территории, необходимо сначала обеспечить её охрану и защиту. Ну, как самое минимальное, это наличие хотя бы каких-то информационных стендов, аншлагов, чтобы люди хотя бы понимали, что они на охране этой территории, что здесь делать можно, чего нельзя. Но зачастую этого, конечно, не хватает. Нужен штат инспекторов, инспекторы, егеря, кто угодно. Любой контроль, зачастую контроль не должен быть жёстким. Это не обязательно должен быть человек с автоматом, который за любое неудачное движение тут же выпишет штраф. Нет, этого не требуется. Зачастую достаточно просто, что на территории находится кто-то, и посетители знают, что на него сейчас в данный момент смотрят. Как правило, этого хватает. И это, пожалуй, главная беда многих ООПТ, которые пытаются себя внедрять экотуризм вот такой более спонтанной, более хаотичной, это то, что происходит деградация природных сообществ именно из-за того, что недостаточный контроль на этой территории. Но вот эко-тропа, она как помогает контролировать, не знаю, направлять туристов? Да, в данном вопросе, пожалуй, зачастую нужно даже не ограничивать, а просто направить в нужное направление. Дело в том, что люди ведь не очень любят сходить с тропы, и когда есть удобная подготовленная тропа, сходить куда-то в лес, в крапиву, в бурьяны, мягко говоря, не хочется. Поэтому, идя по тропе, разумеется, люди испытывают больше комфорт. Кроме того, эко-тропа должна быть аншлагирована, то есть там должны стоять стенды, аншлаги с информацией. Эта тропа должна быть подготовлена, удобна, и поэтому наличие такой тропы уже само по себе является фактором, который помогает защитить природу вокруг от схода, ну, собственно, от схода с тропы и от выхода уже в дикую эту природу. Но, опять же, бывают прецеденты, что кто-то сойдет с тропы и все-таки там разведет костерок где-нибудь, там подпалит, не дай бог, торфейник и так далее. Поэтому в свое время мы с коллегами проводили и опросы, и просто, что называется, натурные эксперименты, обследуя уже имеющиеся примеры готовых экотроп, маршрутов. Как выяснилось, зачастую достаточной мерой защиты является просто прокопанной вдоль тропы канава с водой. Этого вполне хватает. То есть обычная дренажная канава лучше любого забора работает, как не смешно, но факт, да. То есть тропа просто сопровожденная неким совершенно небольшим символическим препятствием. Как правило, 99% людей будут идти только по тропе. Ну а чем экотропа отличается все-таки от обычных тропинок, да, они тоже ведь бывают разными, и от спортивных маршрутов, от прогулочных? Да, безусловно, экотропа это отдельное сооружение и зачастую в этом вопросе тоже существует множество неясностей. Ну, во-первых, строительство экотроп требует определенной квалификации, а бы кто не должен этим заниматься, это определенного рода специалисты должны быть. Вот, поэтому зачастую бывает, что, ну, просто у людей складывается некий гештальт, они открывают в интернете несколько видеороликов, просто экотропа, как правило, что они видят? Какой-то дощатый настил, ведущий в болото. Из этого складывается неправильное представление, что экотропа это обязательно дощатый настил, и любой другой вариант просто вообще-то уже ни тропа, ни эко, и совсем не то. Это неверно. Экотропа может быть очень разной. В некоторых природных парках, я наблюдал, это просто аккуратно оформленные дорожки, из которых убирают сорную растительность, и, собственно, на этом все ограничивается, и ставят аншлаги. В некоторых случаях это действительно настил, ведь, по большому счету, настил – это тоже некое вмешательство в природу, ее нарушение, для него требуются либо сваи, либо еще что-то, и это не всегда хорошо, а главное – это не всегда нужно, потому что, ну, проложить настил длиной в несколько километров – это, как минимум, весьма накладно для того, кто это делает. Зачастую можно просто использовать уже имеющиеся тропы. Настилы нужны при строительстве троп через какие-то, например, водные объекты, например, очень модное сейчас направление – это болотный туризм, хотя, казалось бы, да, мы все смотрели различные фильмы, читали сказки про болоты, что это такие мерзкие страшные места, на самом деле это не так, и это, пожалуй, самое главное в болотном экотуризме, когда люди туда приходят, они видят совершенно не то, что ожидали, они видят цветущие поляны, огромное количество пчел, стрекоз, бабочек, и это их просто поражает, это зрелище, эти ароматы очень приятные на самом деле, а совсем не такие, как пытаются рассказывать в сказках. Вот, там, разумеется, на таких тропах, да, нужны настилы, и потому что без них просто, ну, либо настил, либо специальная экипировка в виде резинового комбинезона или сапог, как минимум, не все на это готовы, поэтому, да, настилы нужны. Вот, а зачастую это просто достаточно выровненные дорожки, снабженные аншлагами. Это, в общем-то, идеальная тропа, она должна быть минимально инвазивна, то есть минимум вмешательства в природу, минимум ее изменений. Это в чем-то похоже на концепцию организации японских ландшафтных парков, садов. Вот вы можете заметить, ведь ордерные парки Европы, которые вот мы, ну, часто можем видеть и на картинах, и во многих городах европейских, они очень регулярны, то есть главный смысл ордерного парка – это именно подчеркнуть, что он создан человеком. Все очень прямоугольно, перпендикулярно и линейно, аккуратно, подстрижено. Японские парки, наоборот, вмешательство человека минимально. Каждый валун, да, ты понимаешь, что он гипотетически положен кем-то когда-то, но он настолько гармонично вписывается в ландшафт, что, в общем-то, предположить это очень сложно. И вот экотропа – то же самое, что японский ландшафтный парк. Идеальная экотропа, да, ты должен понимать, что ее кто-то создал, но она должна настолько гармонично вписываться в ландшафт, чтобы какое-то вмешательство человека было по минимуму заметно при ее организации. Ну а кто решает, где разместить экотропу? Какими компетенциями этот человек должен обладать? Да, это тоже на самом деле большая проблема. По идее, в планировании экотропы должны принимать участие множество специалистов из разных отраслей. Это должны быть и экологи, и технологи, и строители, и чиновники местных муниципалитетов, и, разумеется, сотрудники самой ООПТ, на территории которой это происходит, если это на территории ООПТ. Зачастую, как правило, к сожалению, иногда в целях экономии, иногда по каким-то другим непонятным причинам, какие-то из компонентов этой системы исключаются. И, к сожалению, зачастую исключаются, в первую очередь, экологи. Строителей исключить нельзя из строительства экотропы по определению, а вот, к сожалению, такие компоненты, казалось бы, необязательные, как экологи, могут быть исключены, и это иногда приводит к печальным последствиям. Есть такие прецеденты, мне встречались, когда, к сожалению, К сожалению, экотропа была построена без учета мнения экологов, или иногда даже вопреки, и это приводило к очень быстрой деградации той территории, на которой она была построена. Заканчивалось это либо тем, что через несколько лет приходилось демонтировать тропу, либо территория просто теряла свою ценность. Да, такие прецеденты тоже бывали, к сожалению. Но это звучит как нечто невозможное. Как экотропу делать без экологов? Ведь, по сути, мнение экологов здесь определяющее, что полезно для природы, что и навредит наоборот. Как так происходит? Зачем? Вот на этот вопрос я, к сожалению, ответить не смогу. Как так происходит? И зачем? Иногда это происходит в торопях, иногда по каким-то другим организационным причинам, иногда просто не успевают найти эксперта, иногда эксперт по какой-то причине может отказаться. А иногда просто те, кто планирует такой проект, ну, по каким-то причинам думают, да, без экологов обойдемся, мы и так знаем, как все правильно строить. К сожалению, такие прецеденты тоже бывают. Поэтому, да, как бы это ни было абсурдно, но зачастую именно решение о строительстве экотропы и о том, как она должна выглядеть, не скажу, что это частое явление, но иногда бывает, да, она принимается, к сожалению, без учета мнения самих экологов. К сожалению, такие прецеденты бывают. Так, ну это о грустном. А если все-таки о радостном? Удачные примеры экотроп в Подмосковье, назовите, пожалуйста, где все замечательно. Ну, например, одним из таких удачных примеров может являться заказник, с которым я много лет сотрудничаю. Это заказник Журавлиной Родина. Там в свое время были проложены эти экотропы, а их несколько раз достраивали, модернизировали. То есть это такая уже многолетняя история. Троп там много. Какие-то из них действительно оборудованы настилом, лавками, какие-то просто проложены по лесу или по полям. Там, поскольку, собственно говоря, решение о строительстве этих экотроп первоначально принимали именно экологи, собственно говоря, и строили-то их изначально экологи. То есть уже какое-то более капитальное строительство подключилось к этому процессу чуть позже. В первоначальном их варианте это строилось просто группой активистов-экологов, которые этот заказник создавали. Там экотропы проложены очень продуманно. Они не вмешиваются в какие-то территории покоя животных. Ну, как советское название заказника Журавлиной Родина, понятно, что главным объектом там являются журавли. Было бы, конечно, ужасным построить экотропу, например, в места гнездовий журавлей, хотя такие прецеденты в других местах я тоже встречал, не в Подмосковье, в других регионах. Были прецеденты, когда строили так называемую экотропу к местам гнездовья птиц, что, разумеется, приводило к их гибели, к, например, лежбищам тюленей. Потому что, ну да, естественно, людям хочется подойти поближе, посмотреть на редкое животное, но не всегда надо идти на поводу у посетителя. Иногда надо все-таки разграничивать. Поэтому, например, в той же Журавлиной Родине это все реализовано очень грамотно. Экотропы не входят в зоны покоя, птиц с них не беспокоят. И главный еще момент, который должен быть на экотропах, есть экотропы для свободного посещения, которые должны быть просто достаточно снабжены аншлагами, и это хватает. А есть тропы, по которым ходить необходимо только в сопровождении с экскурсоводом, гидом, ну, как угодно можно назвать этого специалиста. И вот в Журавлиной Родине есть и те, и другие типы троп, например, собственно говоря, и с сопровождением, и без. Поэтому это довольно удачная реализация. Сейчас у меня и моих коллег есть планы по созданию системы экотроп в другом очень большом красивом заказнике Подмосковья, Москворецкий, Пойменный. Но сейчас там пока нет официальных экотроп. Там есть тропы, которые мы сами выбрали для себя для проведения экскурсий. И они очень удобные, они не нарушают покоя местных обитателей, при этом позволяют показать их во всей красе. Но пока это не официальные тропы. Я надеюсь, что, может быть, через год-два в сотрудничестве с администрацией этой ООПТ нам удастся создать именно уже официальную экотропу. Я правильно понимаю, что это пересекается с вашим авторским проектом «Природный инстинкт»? Или нет? Да, это пересекается. Да, это пересекается. Собственно говоря, мой проект посвящен именно экотуризму, экопросвещению во всех его формах. Собственно, экотуризм – это одна из форм экопросвещения. В рамках моего проекта я и мои коллеги работаем и со школьниками, проводим занятия в школах, мы проводим экскурсии. Ну, пожалуй, экскурсии, на мой взгляд, это наиболее эффективный и зрелищный способ экопросвещения. Потому что, ну, одно дело, когда вам рассказывают в классе или в аудитории где-то, там, показывают фильмы. А другое дело, когда детей или взрослых выводят на природу и показывают им всё это живьём. Причём только специалист-эколог может показать это в таком ракурсе, в котором никто другой вам не покажет. Обычный экскурсовод этого не сможет. Это должен быть именно специалист. И ни один фильм этого тоже не передаст. Хотя это тоже одно из направлений деятельности моего проекта. Ну, не все могут выбраться на природу. В конце концов, есть домоседы, есть люди сугубо городские. Я, в том числе, снимаю и фильмы о дикой природе, которые выкладываю на своём канале. Это тоже способствует просвещению. Например, некоторые контакты я находил исключение благодаря фильмам. У меня был такой претендент, когда один из фильмов про один из заказников Саратовской области у меня вышел. И где-то примерно через год ко мне обратились из одной из московских гимназий. У них там свой биологический кружок. Они сказали, мы увидели ваш фильм, мы хотим съездить в этот заказник, про который вы сняли. Я договорился с администрацией заказника, я организовал для них трансфер. И да, мы съездили, это было замечательно. На целых пять дней со школьниками съездили. Мы были в восторге. Так что да, в общем, экотуризм. Ну и как необходимы его компоненты, экотропы, да, это отчасти и моя сфера деятельности. Ну, детей, понятно, вы, скажем так, готовите ко всему на экоуроках. А со взрослыми как быть? Которые хотят научиться экотуризму, но вот где взять знания? Как правильно туристничать? Да, знаете, а со взрослыми еще интереснее. Да, потому что, безусловно, очень приятно увидеть ребенка, который от радости прыгает, хлопает в ладоши, увидев что-то новое. Ну, это понятно, для детей все новое, и дети привыкли выражать свои эмоции непосредственно. Это очень радостно, но иногда даже больше за душу берет, когда ты видишь уже взрослого человека, которому 40, 50, 60 лет. И вот он в первой жизни, например, увидел какое-то редкое животное, там, лебедя, журавля, орла, он увидел своими глазами и видит, что у него совершенно детское выражение лица, он на несколько минут становится ребенком. Он тоже готов прыгать на месте и хлопать в ладоши, и это, пожалуй, самое приятное в этой работе и наиболее радостное во всяком случае, пожалуй. Да, взрослых тоже нужно учить правильно находиться на природе. Иногда у людей еще и с детства идущие совершенно неправильные представления, кто-то ходил в какие-то походы, еще будучи пионером когда-то давно, кто-то ходил в юности, кто-то в зрелости, а кого-то учить не надо, кто-то и так лучше меня знает, как себя правильно вести. Да, это по-разному, но, безусловно, поскольку все-таки рядом с детьми всегда присутствуют взрослые, то взрослых тоже надо учить правильно, вот как вы заметили, экотуристничать. Потому что от неправильного поведения взрослых рано или поздно заражаются их дети и, впоследствии, тоже начинают себя вести неверно. У нас были такие примеры, когда мы проводили занятия в школах, в частности, например, у нас была серия занятий о вреде браконьерства, и были случаи, когда дети уже потом после занятия, уже в индивидуальном порядке, к нам подходили, буквально чуть не на уху, говорят, да, вот знаете, а вот мой папа иногда ходит с ружьем там вот в такой-то заказник и там стреляет. Хороший мальчик. Да, ну, естественно, мы это не делаем из них в пабликах Морозовых, естественно, мы не используем эту информацию никаким образом против них, но для себя мы делаем заметку. Ага, то есть этот прием работает. Мы рассказываем детям о том, как правильно оберегать природу, их-то настолько цепляет, что они даже вот так в открытую готовы об этом сознаться. И есть шанс, что и таким образом мы посленно можем воздействовать на взрослых, потому что это ребенок с большой вероятностью придет домой и скажет, папа, я не хочу, чтобы ты в следующий раз с ружьем ходил в заповедник. Поэтому, да, и такие меры воздействия тоже есть. Ну, это и взаимобратно. А где-то на какой-то экскурсии, ну, скажем так, набравшиеся хорошего взрослые потом грамотно воспитают своих детей. Поэтому это такая замкнутая система, ее надо со всех сторон поддерживать. Очень сложно спорить с папой, у которого есть ружье. А тогда какие бы вы места Подмосковья посоветовали тем, кто хочет приобщиться к экотуризму? Ну, мест таких очень много. На самом деле, Подмосковье, на мой взгляд, это совершенно уникальный регион именно в плане природных сообществ. Ну, может быть, потому что я здесь живу, это, конечно, как говорится, каждый кулик свое болото хвалит. Но мне кажется, даже если бы я был из другого региона, тем не менее, Подмосковье было бы, наверное, во всяком случае, одним из самых любимых. Ведь дело в том, что у нас на севере региона уже встречаются таежные леса, а на юге – степи. То есть, условно говоря, в пределах транспортной доступности пригородного сообщения, просто сев на электричку, проехав два часа, проехав в одну сторону, вы можете через два часа оказаться в настоящей уже тайге с медведями, волками, болотами с морожкой. А проехав в другую сторону два часа, вы можете оказаться в степях, в ковыльных степях. Вы можете, если повезет, увидеть тушканчиков, например, в особо теплые годы, а если не повезет, то и тарантулов. Такие случаи тоже бывают в Подмосковье. Это все один регион. Ведь когда я говорю об одном регионе, я говорю, ну, на карте мы можем отчерстить что угодно, назвать это одним регионом. Но ведь это не просто граница на карте. Это еще и транспортное сообщение, то есть это пригородные поезда, автобусы пригородные, которые все интегрированы в единую систему. И это очень удобно, потому что транспортная доступность в Подмосковье действительно очень высока. Вот. Ну, а если говорить о конкретных местах, пожалуй, на юге мои самые любимые места – это Заокские степи, как раз вот там уже, где начинается ковыль. Это очень красивые места, но это надо ехать за Аку. Туда я иногда тоже вожу экскурсии с его проекта. Мне очень нравится, собственно говоря, один из моих любимых заказников – это Москворецкий пойменный, он же Виноградовская пойма. Ну, бёрдвотчеры его давно уже знают. Это такая своеобразная метод для бёрдвотчеров. Собственно говоря, у нас сейчас идёт большая работа по охране именно этого заказника. Очень хочется привести его в надлежащий вид, потому что сейчас он в довольно запущенном состоянии, к сожалению, прибывает. Если двигаться дальше, на север, то мне очень нравится Клинско-Дмитровская гряда. Всем друзьям, знакомым я рекомендую там побывать. Это настоящие подмосковные Альпы, очень красивые места. И заказник «Журавлиная родина». Мне очень нравится, с ним я сотрудничаю много лет. Туда я регулярно вожу экскурсии как свои собственные от своего проекта, так и помогаю в проведении экскурсий их собственных, от их заказника. Ну, вот, наверное, пожалуй, эти четыре места я бы назвал как свои самолюбинные в Подмосковье. Что ж, Евгений, спасибо вам большое за это интересное интервью. Я напоминаю, что с нами на связи был Евгений Ахатов, эколог и автор проекта «Природный инстинкт». А мы идём дальше.